всем добрый вечер хотелось бы понять конечно как меня слышно видно поставьте пожалуйста плюсики смайлики что угодно слышно видно меня пока вы делаете эти движения я хочу сразу дать вам совет сегодня у нас не мотивационный вебинар сегодня у нас обучающий вебинар и поэтому я могу вам дать совет обязательно приготовьте блокнот ручку и потратьте этот час с пользой конечно же вписывая все знания не распределяйте что вам нужно не нужно пишите все завтра утро вечера мудренее разберетесь видно что меня слышно меня видно здорово хорошо я хотела бы представить спикера нашего сегодняшнего вебинара с огромной благодарностью за ее проделанную работу и за то что она согласилась сегодня провести для нас вебинар и поделиться своими знаниями наверное прежде чем назвать ее имя хотя вы многие конечно знаете кто это хотелось бы сказать такой взятный большой промоушен это обучение мы прошли оффлайн у нас здесь городе бресте и благодаря ей я ощутила очень большой результат у себя в соцсетях благодаря этому человеку полученным знанием я стала не интуитивно работать в интернете а конечно же уже с какими-то определенными знаниями а теперь не только я наблюдаю за лидерами которые активно развивают интернет сегодня уже я знаю и за мной наблюдают в интернете все это благодаря полученным знаниям и чтобы не затягивать начало нашего вебинара хотела бы сказать что вы знаете эту фразу мир владеет тот кто владеет информацией для того чтобы нам не тратить время на поиск на изучение или на воровство информации у других активных лидеров давайте мы поприветствуем специалиста по продукт продуктовой коммуникации из города минска нашего дорогого коллегу партнера в этом бизнесе компании арифлейн наталья трепашка я передаю вам слово мы с вами бурно поприветствуем в чате этого спикера добрый вечер дорогие лидеры напишите пожалуйста как меня видно и слышно да отлично спасибо большое мне тут была небольшая неполадка мне с одного браузера не шло видео я поэтому немножечко тут заблудилась в браузерах прошу одну минуточку я разберусь с изображением так в принципе все хорошо давайте да отлично спасибо большое я из дома поэтому слайды видим отлично меня можно на меня и не смотреть самое главное в моем рассказе это все-таки слайды и будем начинать я в свое скажем так не рабочее время поэтому вы меня заранее простите если вдруг я буду отвлекаться на какие-то нюансы и так мы с вами сегодня будем говорить о социальных сетях и о развитии личного бренда в социальных сетях и прежде чем начинать я бы хотела еще раз напомнить вам о том что мы как компания ни в коем случае не агитируем вас кидаться в онлайн с головой онлайн это прекрасный инструмент рабочий это действительно дополнение к тем методам работы которые есть у вас на сегодняшний день и мы хотели бы вам предложить работу в онлайн по тем методам которые я вам буду рассказывать в дальнейшем то есть не опять же еще раз повторю не мы не агитируем бросать все и уходить только в онлайн это действительно как дополнение к тому что есть у вас каждый из вас я думаю на сегодняшний день уже обладает каким-либо личным брендом мы об этом поговорим прямо сейчас что же такое личный бренд это вы это ваша история успеха история успеха связанная с продукцией вел нас либо с какой-либо другой продукции либо это история успеха роста в компании арифлейм но так или иначе имея за своими плечами какой-то опыт работы в компании у вас так или иначе независимо даже возможно от вас сформировался личный бренд и мы с вами сегодня поговорим именно о том как перенести этот личный бренд в социальные сети для того чтобы это было вашим дополнительным инструментом к работе и этот личный бренд помогал и работал на ваше имя и так попробуем как тут про вот сила бренда что же вообще такое бренд в чем заключается его основная задача и как бренд может быть личным и как он формируется я буду говорить сегодня с вами о вел нас как бренд в принципе но эта презентация которую я привезла с собой из-за гелеса и бренд можно взять любой ну то есть если вы не работаете с вел нас на сто процентов допустим если вы большей степени работаете с на венш или у вас другие методы приглашения здесь на самом деле в общем то не важно здесь как пример приведен вел нас я думаю что для многих из вас не секрет что oriflame это зонтичный бренд и под большим брендом oriflame скрывается масса других таких как вел нас на вэйдж и масса других джордани голд это все отдельно живущие бренды со своей философии со своим слоганом со своим логотипом со своей истории поэтому я думаю что всю эту историю которой я буду вам рассказывать дальше ее с легкостью можно перенести на любой другой бренд и на любой ваш метод работы но сегодня конкретно мы поговорим на примере вел нас и так что же такое бренд вам о чем-нибудь говорят эти значки вот у меня скажем так презентация такая интерактивная я бы хотела чтобы вы в чате может быть хотя бы пару слов набросали какие у вас есть соображения когда вы видите вот эти значки mercedes volvo ferrari о чем-то вам говорят до бренды узнавая ольга кривых мне кажется эту презентацию видела уже много много раз до автомобили хорошие до машины до о чем конкретно ну то есть mercedes от volvo он чем-то отличается до крутые авто до а чем mercedes от volvo отличается например ну хорошо здесь да немножко сложнее конечно когда презентация оффлайн немножко это все побыстрее происходит до volvo надежность до значком татьяна ну да она на то он и бренд чтобы отличаться значком логотипом страной производителя да да ну конечно же первый ответы самые правильные ну здесь скажем так правильно правильных неправильных нету но я думаю вы со мной согласитесь что каждый из этих значков несет за собой какую-то историю mercedes допустим для меня это надежный немецкий автомобиль класса чуть выше среднего и предполагающий допустим какого нибудь бизнесмена то есть это одна история ferrari это италия это скорость это кожа это все что угодно но не никак не серьезный допустим или надежные уж никак не семейный автомобиль я думаю что согласитесь со мной вы там хотя бы по по какому-то значочку мне отписывайтесь согласны не согласны да да и в чем по сути все эти значки это и 4 колеса это трансмиссия этот двигатель то есть они по сути автомобили между собой отличаются не так много чем но виде этот значок у вас уже появляется какая-то определенная история у вас уже есть какой-то стереотип о том или ином бренде так вот бренд представляет собой набор маркетинговых и коммуникационных методов которые помогают отличить компанию от конкурента согласитесь видя бренд рефлейм и видя бренд какой-то другой у человека уже складывается определенное ощущение и определенная история от этого бренда и конечно же задача бренда создавать впечатление в сознании клиента и то о чем говорит бренд это как клиент воспринимает бренд где-то посередине находится истина и я думаю что у нас сейчас есть некоторое различие в том как мы себя как бренд как компания рефлейм представляем на рынке и как воспринимает нас наши клиенты я думаю что вы согласны со мной и так наша с вами задача сделать конечно так чтобы вот эта разница между тем о чем мы говорим мы сейчас как компания говорим о том что мы шведский эксперт в целостном подходе к красоте как стилю жизни но к сожалению некоторые люди все еще воспринимают нас несколько иначе поэтому мы будем двигать наш огромный лайнер под названием рефлейм в том направлении в которой мы хотим я надеюсь что к 2020 году все таки вот эта разница она будет менее ощутима и так конечно же бренд это больше чем продукт между клиентом и продуктом находится огромное количество дополнений скажем так и транспортных таких скажем так локомотивов которые движут продукт клиенту эта история бренда это отзывы о продукте это внешний вид как бренда так и продавца это презентация бренда это собственно сам продавец это окружение бренда то есть все что связано с людьми которые нас окружает все кроме нас самих грубо говоря это качество это неотъемлемая часть вот этого локомотива транспортного от продукта клиента и конечно это сервис поэтому это касается любого бренда независимо от того какой конечный продукт они производят это абсолютно не зависит от производителя от продавца и от кого-либо другого здесь история действительно о том что когда какая-либо компания выходит на рынок вот это все это и есть движущая сила бренда и мы сейчас поговорим с вами о том чем же все таки компания прямых продаж которой мы являемся чем мы отличаемся от любой другой компании наше единственное отличие в том что отзывы история внешний вид презентация продавец окружение бренда качество и сервис это все вы это все лидеры и консультанты компании арифлейм поэтому конечно же то как до конечного потребителя доходит инфа о нашем бренде во многом это зависит и от вас в том числе конечно мы как компания предпринимаем огромные шаги для того чтобы в головах наших клиентов складывалось именно то впечатление которое мы бы хотели производить но львиная доля этой работы конечно же лежит на ваших плечах поэтому мы с вами сейчас будем говорить о том как формировать личный бренд на базе бренда арифлейм и так да здорово помните значки в начале да вот значок mercedes я думаю что у каждого из вас он вызывает определенные какие-то ощущения вот значок wellness by арифлейм то как мы бы как компания хотели чтобы воспринимался этот бренд в умах наших потребителей в первую очередь это шведский бренд это научный бренд это абсолютно этичный бренд и по отношению к нашим клиентам и по отношению к нашим лидерам и конечно же это долгосрочно ориентированный бренд и он долгосрочно ориентирован и в результате которые приносят наши продукты и долгосрочно ориентированные на сотрудничество с нашими консультантами и лидерами компании. Это, скажем так, для чего вам нужно знать и понимать этот слайд? В первую очередь для того, чтобы, когда ваш клиент видит значок Wellness by Reflame, у него в первую очередь в голове именно вот такие ассоциации возникали. И то, чего мы бы абсолютно не хотели, что мы предлагаем какое-либо лечение. Мы абсолютно не медицинский бренд, я думаю, что вы со мной согласны. И мы никак не связаны с диетами. Наша программа Life Plus это не диета. Ну, я думаю, что здесь как бы не надо останавливаться. К чему я веду? К тому, что действительно первое впечатление от бренда, первая эмоция, связанная со значком, логотипом бренда, это то, что должно сопоставляться с тем, что несет компания, с тем, что несет бренд. Поэтому точно так же можно поговорить о любом нашем бренде. О Novage, о Giordani Gold и массе других брендов, которые живут под одним большим брендом Reflame. Итак, движемся дальше. Вы часть бренда Wellness, вы часть бренда Reflame и ваш личный бренд это то, что говорят люди, когда вы выходите из комнаты. Это своего рода афоризм, но я думаю, что это, наверное, наиболее точно отражающее выражение о том, что такое личный бренд. Мы себя можем позиционировать как угодно. Мы о себе можем быть какого угодно мнения, но все-таки то, что говорят о вас окружающие, это и есть ваш личный бренд. Ну, конечно, здесь речь идет не о сплетнях, не о слухах, а именно о том впечатлении, которое вы производите на людей. И о том, сформировать, не сформировать, как его перекроить, мы будем говорить. Но, конечно же, я думаю, что независимо от вас, у каждого из вас есть уже сложившийся личный бренд. Он может быть не так широко известен, и пока, допустим, как о бренде об этом говорить рано, но так или иначе. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в мире Арифлейм есть фамилии, которые, называя с большой сценой, у каждого из вас складываются уже определенные впечатления. О любом нашем топ-лидере можно сказать, что это люди, у которых есть очень понятный и очень известный личный бренд. И, конечно же, и Анджей, и Дарья Рыжкевичи тоже обладают очень сильным личным брендом. И многим этот бренд помогает рекрутировать. Да, многие приходят на истории, многие приходят на успех, многие приходят на какого-то конкретного человека. Поэтому это направление нужно развивать, и над этим нужно работать. И, конечно же, свой личный бренд, свою историю нужно переносить в социальные сети. Простите, я на одну секундочку. Да, простите. Держать ноутбук на руках и жестикулировать одновременно – это была плохая идея. Поэтому я сейчас попробую чуть-чуть по-другому это сделать. Это лохматое. Простите. Итак, давайте двигаться дальше. Как построить личный бренд? Мы сейчас поговорили о том, что, в принципе, независимо от того, работали в этом направлении вы или нет, он у вас уже есть. Ваше имя и фамилия так или иначе у ваших клиентов вызывают уже какие-либо эмоции. Поэтому, чтобы построить личный бренд, неважно на базе какого бренда, связанного с компанией Reflame, вы должны обучаться всему, что связано с этой темой. Если вы пришли в компанию как визажист, и вы позиционируете себя как лидер компании Reflame, работающий с макияжами, это значит, что вы должны непрерывно обучаться всему, что связано с макияжем. Если вы позиционируете себя как велнес-лидер, вы должны непрерывно обучаться всему, что связано с темой правильного питания, здорового образа жизни, фитнеса и всего-всего, что предполагает работу именно с этой категорией. Конечно же, вы должны использовать продукты. Ну, это, в принципе, не обсуждается, независимо от того, с каким направлением продукции вы работаете. Вы должны быть ролевой моделью. Это в первую очередь относится именно к велнес-лидерам, потому что, когда человек говорит о правильном питании и сам ведет не очень здоровый образ жизни, здесь у людей складывается двойственное впечатление. И вот тот личный бренд, то, что говорят люди, когда вы выходите из комнаты, у людей будет совершенно не таким мнением, которое вы бы хотели, чтобы складывалось у людей. Я надеюсь, это понятно. Рассказывать свои истории, быть в ней последовательным. Это касается любой вашей истории успеха. История успеха с велнесом, история успеха с Novage, история успеха роста в компании Reflame. Неважно, по большому счету. Опять же, личный бренд, допустим, одного из наших топ-лидеров, это успех человека, который построил свой независимый бизнес в компании Reflame. И это уже хороший метод для рекрутирования. И историю, которую вы рассказываете, либо свою, либо чью-то, это действительно очень хороший метод приглашения, это очень хороший метод для того, чтобы каким-либо образом зацепить человека. Итак, вот мы с вами подошли к социальным сетям. Я надеюсь, что у вас уже сформировалось какое-то понятие о том, что такое личный бренд. Отпишитесь мне, пожалуйста, пока я тут ловлю себя в своем компьютере. Хорошо, я надеюсь, это понятно. Если у вас по ходу возникают какие-то вопросы, пишите. Потому что мне всегда намного проще провести оффлайн-встречу, потому что, говорит, те, кто со мной встречался, знают, насколько я эмоционально и бурно и до хрипоты что-либо рассказываю. Мне всегда намного сложнее провести вебинар, потому что у меня возникает ощущение, что я разговариваю сама с собой. И со стороны это выглядит странно. Потому что сейчас, кроме вас, меня слушает моя кошка, и она не слегка не в себе от того, что происходит. Вы, пожалуйста, мне хотя бы пишите, чтобы я понимала, что я разговариваю не сама с собой, не со своим котом. Хорошо? Итак, что же нам нужно делать для того, чтобы перенести свой личный бренд в социальные сети? И как в них работать? У вас, я надеюсь, у всех есть странички в какой-либо социальной сети. Да? Нет? Нет? Хотя бы плюсик один поставьте. Тише, меня вообще слышно. Я здесь не одна, я надеюсь. Никто не пишет. Ну ладно. Итак, я думаю, что раз так много вопросов вообще, в принципе, возникает по работе в социальной... Никто мне не пишет. Меня хоть слышно? Пожалуйста, отпишитесь мне. Я начинаю переживать. Чат работает? Странно. Ладно. Я пока поговорю, но вы, пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь напишите. Очень много вопросов возникает по работе в социальных сетях. Чем наполнять контент? О чем говорить? Как презентовать себя? Рекрутировать? Не рекрутировать? Приглашать? Не приглашать? Слышим и видим. Здорово. Радо, что меня на другом конце света слышно и видно. Я немножко переживаю, слышно ли и видно меня нашим лидерам из Беларуси. Да, вот есть плюсики. Хорошо. Мне кажется, слышно, мне кажется, немножечко подвисло на какое-то время, потому что как-то у меня все было очень глухо. Отлично. Итак, контент. Чем наполнять? Как работать? На что обращать внимание? Вот это все будет наша следующая часть. И, конечно же, в первую очередь, для чего нам это нужно? Зачем нам вообще, в принципе, переносить свою работу в онлайн? Я думаю, что вы все знакомы с прекрасными лидерами из России и Ираком, и Альбиной Хафизовой. Мне кажется, я часто сейчас привожу этот пример, потому что это действительно успешный пример того, как люди хорошо и очень активно работают в социальных сетях. Я буду периодически приводить их в пример. Кто-нибудь подписан на них в Инстаграм? Кроме того, что, я думаю, что Анжей лично с ними знаком. Для меня сейчас, вот я пыталась провести исследование на тему того, как много наших лидеров и российских, и украинских, и белорусских активно работают в социальных сетях. Очень много хороших страничек, очень много интересных. Но чаще всего я привожу именно их в пример, потому что, мне кажется, этот пример наиболее яркий. Это как раз-таки пример личного бренда. У них практически нет продукта, у них практически нет рекламы, какой бы то ни было. Но это тот случай, когда люди приходят на историю успеха. В принципе, нам с вами всем нужно именно к этому и стремиться. Возможности социальных медиа. В первую очередь, я еще раз напоминаю вам о том, что у нас есть два официальных хэштега wellness by Ariflame, wellness ori, у нас есть хэштег Ariflame, у нас есть хэштег Ariflame, нижнее подчеркивание, былры. Это и Ariflame, былры, это официальный наш инстаграм-аккаунт. Я думаю, что вы многие с ним сталкивались. Давайте сразу определимся, знаете ли вы, что такое хэштег. Все ли понимают, о чем я говорю. И я сейчас опять буду сама с собой общаться. Ладно, вы пока мне пишите, я вам по ходу все равно буду объяснять. Хэштег. Те, кто имеет музыкальное образование, знают, что вот этот значок диез, он ставится в начале любого слова, и если вы написали решетку, и дальше слово слитно, это автоматически в интернете превращается в метку вашего поста. То есть, нажимая на вот это слово с хэштегом, любой человек в мире может найти вас, а вы можете найти подобные посты или такие же посты с этим же хэштегом. Для чего это нужно? Я еще раз вам напомню, что для того, чтобы поставить правильный хэштег, нужно поставить решетку, без пробела написать слово, поставить пробел, поставить следующий хэштег, без пробела опять слитно с этим хэштегом написать следующее слово. Я очень часто встречаю во многих социальных сетях, когда хэштег, потом пробел, потом слово, это не рабочий хэштег, или хэштег, слово хэштег и следующее слово, оно автоматически отваливается, и это тоже не рабочий хэштег. Я еще раз говорю, это должна быть, я в чате напишу, мне опять кажется, что у меня подвис чат, хэштег, но можно на английском, можно на русском. Так, я даже свое сообщение не вижу. Вот, да, вижу свое. Следующий хэштег. Понятно, да? Принцип понятен, отлично. Просто очень часто, правда, встречаю вот эту ошибку, когда лепят хэштеги друг к другу вместе, либо же ставят хэштег, потом пробел, потом слово, и некоторые метки отваливаются автоматически, и у вас, вас никто не найдет с этими метками. Я надеюсь, понятно, да? Будем двигаться дальше. По поводу хэштегов еще один маленький нюанс. Вводя массовые хэштеги, допустим, такие как Wellness by Ariflame, Ariflame Беларусь, просто Ariflame, вы автоматически выходите фактически на мировой уровень. Да? То есть, помимо вас, хэштег Ariflame под любым постом может поставить невероятное количество людей. Да? Практически любой пользователь. А это значит, что вас точно так же, когда вы ставите понятные, рабочие, простые хэштеги, вас может найти такое же огромное количество людей. Да? Я надеюсь, что это понятно. Вводя свой личный хэштег, допустим, хэштег Наталья Трепашка в одно слово, это мой, допустим, личный хэштег. То есть, размещая, я, допустим, размещаю свои посты, которые относятся лично ко мне, их можно будет отделить от всего другого контента. Либо же я ставлю, допустим, make-up by Наталья Трепашка. Это значит, что этот пост я позиционирую как пост, связанный с мейкапом, с косметикой, с обучением, с чем угодно, все, что связано с макияжем. Если я ставлю хэштег, допустим, wellness by Ariflame, хэштег Наталья Трепашка, это значит, что меня можно будет найти по двум тегам, потому что этот пост так или иначе связан с категорией wellness, и потому что это мой какой-то личный пост. Надеюсь, понятно. Итак, движемся дальше. У меня периодически залипает чат, я поэтому не все ваши сообщения вижу, я это вот только что поняла. Что же такое социальные медиа? Это открытый диалог, это не монолог. Это не значит, что вы выбрасываете какую-либо информацию просто на всеобщее обозрение. Социальные сети придуманы и нужны для того, чтобы вести диалог с людьми. Социальные сети нужны для того, чтобы, ну, по-простому, скажем так, подглядывать за жизнью кого бы то ни было, да? Я думаю, что тоже ни для кого не секрет, что многие из нас, и я, и вы, я думаю, что заходите на страничку к родственникам, к друзьям, к бывшим одноклассникам, одногруппникам с той простой причиной, чтобы понять, чем живут люди, что происходит в их жизни, чем их жизнь отличается от нашей. Ведь человеческое любопытство – это отчасти двигатель эволюции, в том числе, и в этом нет ничего стыдного или плохого. Это абсолютно нормальная человеческая потребность – знать, чем живут другие люди. Поэтому любой ваш пост в социальной сети – это должен быть диалог. Вы должны задавать вопросы, вы должны отвечать на чужие вопросы, вы должны так или иначе общаться с вашим конечным потребителем. Итак, почему нам это важно? Нам как компании, вам как лидерам компании. Зачем нам это нужно? Потому что в социальных сетях на сегодняшний день скрывается огромный потенциал. Один миллиард пятьсот миллионов человек на сегодняшний день зарегистрированы в Facebook. WhatsApp больше семисот миллионов, Instagram больше пятисот миллионов. Мне кажется, эти данные уже немножечко устаревшие. Это данные, по-моему, 2016 года. На сегодняшний день там еще больше людей. И это число непрерывно растет. Все больше и большее количество социально развитых, осведомленных людей, молодых людей, не очень молодых, или наоборот, очень и очень молодых, все пропадают в социальных сетях. Там находится именно та категория людей, с которой вы так или иначе сталкиваетесь каждый день, с которыми вы работаете каждый день. Поэтому для чего вам нужно заводить личные странички в социальных сетях? Ну, я думаю, личные у вас есть. Я вас сейчас буду массово агитировать, все-таки заводить рабочие. Либо же, если это личная страничка, но вы хотите работать с ней и рекрутировать при помощи вашей личной странички, значит, все-таки есть некоторые нюансы в работе с личной страничкой именно в социальных сетях. Для чего вам это нужно? Для того, чтобы знакомить с вашим личным брендом и историей успеха и завоевывать доверие. Как к вам, как к личности, так и автоматически завоевывать доверие к нашему бренду. Создавать личную эмоциональную связь с вашими клиентами. Вот здесь тоже я очень часто упоминаю Ирка и Альбину Хафизовых, потому что личная эмоциональная связь это то, что отличает людей друг от друга. То, что отличает пользователей друг от друга. Ведь будучи подписанным на какого-либо блогера, вы смотрите не только за тем, что он делает, но вы наблюдаете за ним как за личностью. И вот этот интерес эмоциональный, это то, зачем люди приходят к вам на вашу страничку в социальную сеть. Поэтому еще раз и еще раз я буду говорить вам о том, что будучи интересной, увлекательной личностью, на вас будут люди приходить так или иначе. Быстрее и больше подключать пользователей, еще не знакомых с вашим брендом. Здесь тоже обратная связь, люди будут приходить сами. Если вы будете делать интересные, информативные, красивые посты, люди будут приходить сами. И, конечно же, построить доверие к продукции Wellness by Reflame. Видя ваш личный успех, допустим, если вы начнете худеть онлайн, допустим, да, начнете с того, что сегодня я выгляжу вот так, у меня есть цель какому-то месяцу сбросить там пару килограмм. Например, и вы будете каждый день выкладывать отчет, что же происходит с вами. Сегодня я завтракала коктейлем, выпила Wellness Pack, завтра у меня тренировка, послезавтра у меня еще что-то. И так или иначе, здесь ни для кого нет никакого секрета, что продукция работает. Продукция работает совместно со стилем жизни. И если непрерывно делать какие-то движения в этом направлении, то это все сработает. И когда люди реально увидят, что есть эффект, конечно же, построится автоматически доверие к вам, доверие к продукту. Поэтому, ну, на любом примере можно привести, как или иначе, как завоевывается доверие в сети интернет. Отличия социальных сетей друг от друга. Социальных сетей нереальное количество. Ну, их действительно очень много. Основные работающие именно в нашем пространстве, в котором мы с вами живем, ну, постсоветская, Беларусь, это вот несколько на сегодняшний день. Facebook или ВКонтакте, они между собой очень похожи. Но на сегодняшний день тоже есть небольшое различие. Я не знаю, как у вас, у меня есть ощущение, что ВКонтакте там в большей степени молодежь, которая приходит туда ради развлечения. То есть, реально, ВКонтакте это социальная сеть для общения, для обмена какими-то фотографиями, рекомендациями, какими-то историями. Facebook, по моим ощущениям, по ощущениям моих коллег, это та социальная сеть, в которой какая-то больше, более, скажем так, интеллектуальная социальная сеть. Там больше обсуждаются вопросы политики, вопросы какие-то общемировые. Там лента построена таким образом, что наиболее интересные, наиболее читаемые статьи, они выскакивают автоматически. И вот мое личное ощущение, что все-таки Facebook, он движется в направлении такой более интеллектуальной социальной сети. Есть у вас такое ощущение? Итак, Instagram. Давайте поговорим о том, все-таки для чего нужен Facebook и ВКонтакте. В принципе, наверное, отличающей особенностью любой социальной сети сейчас есть тот факт, что наша жизнь ускоряется с каждой секундой, и все быстрее и быстрее. И, если помните, может быть, пару лет назад было актуально, что какой-то большой текст можно было написать. Сейчас чаще всего срабатывает красивая картинка с небольшим комментарием. И, в принципе, мне кажется, наиболее рабочая социальная сеть на сегодняшний день – это Instagram. По той простой причине, что можно очень быстро пролистывать, и с фотографией, в принципе, уже понятна какая-либо история. Потому что у меня, допустим, не всегда есть время особенно читать вкладки какие-либо, если написано «читать дальше», и это горит синеньким значком. Это значит, что там скрывается какая-либо закладка. У меня нет на это времени. И чаще всего я просматриваю фотографию с очень коротким комментарием. И из этого должно быть понятно, что происходит. Понятно? Поэтому Instagram – это вдохновляющие фотографии, да? Это маленькая история, запечатленная на одном каком-то вот отрезке времени. YouTube – это видео. И огромное количество видео заливается ежеминутно, ежесекундно. Мы еще вернемся с вами к YouTube. Это развлекающие и обучающие видео. И блог, живой журнал. На сегодняшний день это такая немножко отмирающая социальная сеть. Опять же, по той простой причине, что наша жизнь настолько быстротечна, что далеко не у каждого человека есть возможность задержать своего зрителя и читателя на 5-6 страниц, да? Или хотя бы один большой текст. Сегодня, я еще раз говорю, мы живем не в тех скоростях, чтобы читать очень длинные блоги. Итак, как социальные медиа помогут мне достичь моих целей в бизнесе? Тормозит ужасно. Какая Гульнара, простите, не... Я говорила про Ирека и Альбину Хафизовых. Все, ок. Напишите, пожалуйста, у кого тормозит, у кого не тормозит, чтобы я понимала, что происходит. Все хорошо, да? Движемся дальше. Да, хорошо. Возможности социальных сетей. Зачем нам это нужно? Потенциальные клиенты, которые хотят разместить заказ. Вы знаете, мне сначала казалось, что это немножечко странно. И мне кажется, что, наверное, месяц назад мне еще казалось, что, ну, любой человек знает, как разместить заказ в компании Арифлейм. Оказалось, что это не так. И узнала я об этом, когда мы работали на стойке в галерее Сити. У нас в центре Минска, на проспекте Победителей, открылся огромный торговый центр галереи Минск. И две недели там была выставлена наша очень красивая, огромный красивый стенд, на котором работали наши лидеры. И периодически там работали мы. И я, если честно, была очень удивлена, что огромное количество молодых девушек не знают, как купить нашу продукцию. Потому что, если кто-то из знакомых был зарегистрирован в компании, потом его терминировали и возможности нет, кто-то регистрироваться не хочет. Но по каким-либо причинам мы за вами следили. В каком смысле вы за нами следили в Инстаграме? Да. Да. Вот об этой стойке я говорю. Что большое количество женщин и девушек все-таки не знают, как разместить заказ. И это на самом деле сейчас наша проблема, потому что многие наши потребители не знают, что у нас есть сайт, на котором можно разместить заказ самостоятельно. Они не знают, что можно пройти простую регистрацию, если человек просто пришел за каким-либо продуктом. Поэтому в социальных сетях сидит огромное количество девушек, которые любят нашу продукцию, но, к сожалению, не знают, как ее приобрести. Конечно же, там сидят потенциальные рекруты, желающие строить бизнес с компанией Reflame. Звучит немножечко фантастически, но это так есть. И я официально вам об этом заявляю. Есть люди, которые хотят зарегистрироваться, есть люди, которые хотят зарегистрироваться и покупать. Есть люди, которые хотят строить свой бизнес, но не знают, как это сделать. Их можно находить, их нужно находить, с ними нужно работать. И, конечно же, проще и быстрее это делать на сегодняшний день действительно в социальных сетях. Будущие клиенты или рекруты, которые пока не готовы размещать заказ и, возможно, заинтересуются продуктом или бизнесом в компании. Те, с кем потом впоследствии вы можете работать. Это все есть в социальных сетях. Ключевые показатели вашей эффективности. Сейчас немножечко можно проанализировать. У кого есть рабочие странички в социальных сетях? Есть у кого-нибудь? Отпишитесь мне, пусть оно немножко тормозит. Даже не верится Галина, я вам искренне об этом заявляю. Я видела огромное количество девушек, которые не смогли разместить заказ и не знали, как это сделать. Поэтому это есть, с этим нужно работать. И есть действительно потенциал огромный в социальных сетях. Итак, есть ли у вас рабочие странички в социальных сетях? Да, да, есть, конечно. Итак, какое же количество лайков получают ваши посты? Лайки – это любая отметка «мне нравится», «сердечко». Ну, в разных социальных сетях это разные отметки. Но я думаю, что всем понятно, что такое лайк. Класс, сердечко или что бы то ни было. Какое количество лайков собирают ваши посты? Какое количество комментариев набирают ваши посты? Если ваш человек, который заинтересовался вами как личностью, либо заинтересовался каким-либо продуктом компании Reflame, либо же он настроен разместить заказ, вы должны понимать, что если человек поставил лайк, в принципе, это самый первый показатель. И по большому счету не всегда адекватный. Потому что часто люди ставят лайки просто так. Ну, просто по определению они ставят лайки вообще всему подряд, что видят. Если же человек оставил вам комментарий, неважно какой, хороший, нехороший, мы о плохих, неприятных комментариях тоже с вами поговорим. Это значит, что человек во время наших скоростей потратил 30 секунд своего времени, чтобы вам что-то написать. А это значит, что вы уже очень интересны этому человеку. Поэтому за людей, которые вам оставили комментарий под вашим постом, нужно, в принципе, хвататься. Ну, это не значит, что вы должны сразу в личку переходить и писать ему, давай скорее дружить, давай скорее что-то делать вместе. Это значит, что вы должны этим человеком заинтересоваться и отслеживать, как он будет реагировать на ваши дальнейшие посты. Опять же, по частоте постов. Одну секунду. Да, простите, я вернулась. Итак, вот опять, про время высоких скоростей. Если человек сделал перепост вашей фотографии или перепост того, что вы написали, если лайков очень много, комментов совсем мало. Здесь нужно провести очень тщательный анализ, кто ваши подключатели, кто ваши люди, которые ставят такое количество лайков. Если же комментов совсем мало и вы не можете понять, почему, нужно, во-первых, проанализировать ваши посты. Может быть, ваши посты, в принципе, не вызывают никаких эмоций, вроде, ну, хорошо и понятно, и все. Пытайтесь вести диалог. Помните, мы об этом говорили? Задавайте какие-либо вопросы. То есть, вы разместили какой-то пост и спросите там, если я утро начинаю с коктейля wellness, а вы? Если вам на такие посты никто не отвечает, то здесь вы можете задуматься о том, насколько ли живые ваши подключатели, насколько живые ваши... Господи, забыла слово, простите, фолловеры. Кроме фолловеров, ничего в голову не идет. Насколько живые ваши люди, не рекламные ли это люди, и не автоматические ли это лайки? Подумайте об этом. Так, мы движемся дальше. Если кто-то... Да, спасибо, вы меня спасли, потому что почему-то вдруг вылетело слово подписчики. Да, если люди, которые на вас подписаны, никак вас не комментируют, значит, вы ведете монолог, а не диалог с ними. Если много чужих консультантов и Reflame ставят. Это очень круто. Это правда очень круто. Это значит, что вы, как бизнес-партнер компании Reflame, интересны другим консультантам. И им интересно за тем, какими методами вы работаете. Они за вами, грубо говоря, следят и хотят понять, почему вы так или иначе успешны. Ну, я надеюсь, что понятно, о чем я говорю. Если много чужих консультантов следит за вами, значит, они просто как бы шпионят. И это очень хорошо. Это хороший показатель того, что ваши методы работают. Итак, действия. Если у вас есть какой-то конкретный человек, которому нравятся ваши фотографии, который комментирует, который более того делает перепосты, это автоматически обозначает, что с этим человеком можно и нужно работать. Поэтому не будем на этом особо задерживаться. Ваша основная задача в социальных сетях коммуникации. Коммуникация максимально личная. Поэтому оффлайн-встречи в первую очередь речь идет о массовых каких-то встречах, о мероприятиях. Печатные издания, ТВ-радио, это тоже безличное общение. Конечно же, самое личное общение, наверное, которое только может быть, это вести личную страничку, которая рассказывает людям о вас, так или иначе, о вашей жизни, о том, что вы думаете, что происходит с вами, какие интересные события, какие интересные воспоминания, ваши цели. Именно это интересно людям. И это уже ваше действительно личное общение с вашими подписчиками. И, конечно же, все-таки наиболее личное это оффлайн-встречи. Это встречи тет-а-тет, и это общение живое, ну, наиболее личное. Но, так или иначе, людей, с которыми вы можете выходить в оффлайн, это люди должны быть действительно заинтересованы вашей жизнью в социальных сетях. Итак, как ваши личные цели пересекаются с целями в социальных сетях? Если у вас, я надеюсь, у вас, у каждого должна быть цель стать лидером номер один в Беларуси, или закрыть новое звание в текущем году, или закрыть два новых звания. Любая ваша личная цель так или иначе перекликается с целями в социальных сетях. Быстрее закрывать звание, ну, автоматически, увеличивать количество рекрутов, увеличивать количество продаж. И, в любом случае, так или иначе, это связано с установлением доверия, с увеличением популярности вашего личного бренда. То есть, вот эти два столбца, внимательно их изучите, посмотрите, я презентацию, у Ани, по-моему, она есть, я скину вам еще раз эту презентацию. Вы каждый можете самостоятельно потом изучить, чтобы понимать действительно, как пересекаются ваши личные цели и цели в социальных сетях. Стратегия. Что нужно делать для того, чтобы действительно хорошо и продуктивно работать в социальной сети? Вы должны понимать, что социальная сеть, так или иначе, это развлечение. И в первую очередь, ваша социальная сеть должна вызывать какие-либо эмоции. И любой ваш пост должен вызывать эмоцию. Потому что сразу писать о том, что задумайтесь, как плохо кушать котлеты на ночь, если это будет первый ваш пост, и подобного рода посты будут повторяться очень часто, направленные на то, чтобы люди задумались о чем-то. Нет. К сожалению, это не работает. В первую очередь, работает то, что развлекает, то, что вызывает положительные эмоции. Иногда, конечно, вызывает и какие-то не очень положительные эмоции, и это работы, но этого должно быть минимум в вашем контенте. В первую очередь, я думаю, вы согласитесь со мной, что интересно, какие-то смешные моменты, какие-то котики, дети, животные, что-то, какой-то сюжет интересный и смешной. Да? Я думаю, что согласны. Второй момент, вызывать эмоции, вдохновлять. Вдохновлять, к сожалению, сложнее. И сделать какой-то пост, который сподвигнет людей, бросить все и побежать вместе с вами утром на утреннюю пробежку, это очень сложно. Поэтому, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы у вас пересекались эмоциональные, вдохновляющие посты, и они должны быть максимально, ну, максимально заполнять вашу социальную сеть. Потому что, опять же, мы живем слишком высокоскоростное время, у нас не всегда есть возможность, скажем так, реагировать остро на любой пост в социальной сети. Чаще всего, реально, мы просматриваем социальную сеть в поиске того, что с утра поднимет настроение, в поиске того, что как-то немножечко вырвет, может быть, нас из обыденности. Поэтому, в первую очередь, вы должны развлекать человека, вы должны вызывать положительную эмоцию. Вдохновлять это еще, это уже следующий шаг. Когда у вас наберется такое количество подписчиков, которым вы будете нравиться, которых вы будете смешить, которые будут реагировать на ваши какие-то посты, вот тогда вы можете быть уверены в том, что ваш пост связанный с образованием и любым рациональным мышлением, то есть то, что заставит человека задуматься, это должен быть только следующий шаг и никак не раньше. То есть любая попытка убедить людей, что пить омега-3 это очень полезно, это должно быть только после того, как большое количество людей хорошо реагирует на любые ваши посты. Я надеюсь, я понятно говорю. И уж тем более убеждать людей в чем-либо, это должно быть настолько уверенное ваше действие, и вы должны быть настолько уверены в вашем контенте, в том, что ваш личный бренд работает положительно на всех ваших подписчиков, что вы можете себе позволить уже взывать к рациональному мышлению ваших людей. Понятно? Понятно. На смешные всегда много лайков, потому что на самом деле все просто. Мы живем во время, в котором такое количество негатива льется с разных сторон, что людям действительно просто хочется улыбнуться и посмеяться над чем-либо. это самый простой вариант завлечь людей. Поэтому смешные котики набирают большое количество лайков, потому что ну правда, это действительно спасибо большое, Ольга, я надеюсь, что да, это полезная информация. Поэтому если вы делаете, допустим, три поста в день, два поста должны быть эмоциональных о ваших впечатлениях, о ваших новостях каких-то интересных, вдохновляющих, о том, что с вами произошло за сегодняшний день, и только третий, а то и четвертый, а лучше пятый должен взывать человека к тому, что правильный образ жизни это хорошо, например. Либо же взывать к тому, что детям давать Омегу-3 полезно, но опять же, за этим должно скрываться не просто баночка Омеги и статья. К сожалению, такие посты не работают. Это должен быть ваш ребенок, который стоит с баночкой Омега-3. Это должен быть все, что угодно связанное лично с вами, потому что, к сожалению, посты информативные, баночка с токсантиной, почему полезно пить астоксантин, я думаю, что может быть кто-то из вас с этим сталкивался. К сожалению, набирает очень малое количество лайков, людям некогда читать, они никак не отреагируют на это. Так, опять что-то не так с изображением. Да, нет, надо что-то мне предпринимать, мы пока двигаемся дальше. Пять столбов социальных медиа для прямых продаж. Вы должны знать вашего клиента, а это значит, что перед тем, как заводить рабочую страничку в социальной сети, вы должны четко и ясно понять, с каким контингентом людей вы хотите иметь дело. если вы мама в декрете, это значит, что ваш контент и ваша социальная сеть и ваша страничка в социальной сети должна быть направлена на интересы молодых мам, сидящих в декрете. Думаю, понятно. А это значит, что интересно молодым мамам в декрете? Здоровье детей, совместные прогулки, нагрузки физические, находясь дома, правильное питание для мам, особенно это может быть актуально для мам, которые кормят грудью. То есть, все, что интересно вашим людям, на которых вы ориентированы, невозможно быть интересным всем. Невозможно. Поэтому определите вашу целевую аудиторию в первую очередь. Вы должны знать, в чем они заинтересованы, что они хотели бы читать, чем вы можете помочь этим людям. Потому что, опять же, я привожу в пример мам в декрете. Этим мамам интересно здоровье их, восстановление себя после родов. Этим мамам интересно сообщество таких же мам. Какие у них проблемы могут быть? У них могут быть проблемы с весом, у них могут быть проблемы с нехваткой энергии, нехваткой времени, а это значит, что у вас есть ответы на их вопросы. Поэтому, еще раз повторю, вы должны четко понимать вашу целевую аудиторию, с кем вы работаете. Итак, вы должны быть последовательными. Найти канал, в котором больше всего ваших клиентов, вы должны понимать отличие социальных сетей. Привожу пример, одноклассники, по моим ощущениям, это социальная сеть для тех, кому больше 40-45 лет. Если это не ваша возрастная аудитория, не ваша целевая аудитория, значит, вам абсолютно бессмысленно заводить страничку в одноклассниках. Если ваша целевая аудитория мамы в декрете, то, скорее всего, вам больше подойдет либо Инстаграм, либо ВКонтакте. Если у вас есть хороший фотоаппарат, и вы можете делать огромное количество красивых фотографий ваших деток, то лучше Инстаграм. Если у вас есть способность хорошо, красиво писать и подкреплять это фотографиями может быть не такого хорошего качества, это лучше ВКонтакте. Я надеюсь, я понятно говорю. Регулярные посты, несущие ваши сообщения. Опять же, вы должны понимать, какое сообщение. Подождите. Ольга не совсем понимает, о чем вы. Подожду, пока вы ответите, пойду дальше. Создавайте личный бренд, последовательными постами. То есть, вы должны понимать, с каким контентом вы будете работать, с какой целевой аудиторией. Автоматически это определяет то, о чем вам писать. И вы должны, если вы работаете с велнесом, вы должны создать свой личный бренд, основанный на вашей личной истории успеха, на ваших успехах с продукцией велнес. Понятно, я думаю. Построить платформу на личной истории. Это то, о чем я говорила. Постить ваше ощущение повседневной жизни. Это то, что реально интересно другим людям. Что с вами происходит? Единое послание по всем каналам. Я настоятельно не рекомендую заводить несколько страничек во всех социальных сетях и дублировать сообщения из социальной сети в другую. По той простой причине, что подписчики чаще всего и там и там одинаковые. И я провела ревизию своих социальных сетей. для меня какой-то человек интересен, я подписан на него сразу в нескольких социальных сетях, я вижу, что он постит одно и то же, я оставляю какую-то одну. И нет смысла дублировать сообщения во всех социальных сетях. Если вы понимаете, что вы одной социальной сетью не охватываете вашу целевую аудиторию, то тогда вы можете завести две странички рабочие. Но опять же, вы должны понимать, что ваша аудитория может отличаться. В Инстаграм это, допустим, более молодая молодежная аудитория, молодые девушки. Вконтакте это может быть аудитория женщины более семейной. Я просто привожу пример, надеюсь, это понятно. Итак, не совсем правда, Ольга, вы можете, мы потом можем с вами лично пообщаться, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Итак, анализ и ошибки. В первую очередь, если вы видите, по вашим ощущениям, у вас интересная социальная сеть, у вас интересная страничка, регулярные посты, которые направлены, а именно ту целевую аудиторию, с которой вы хотите работать, но лайков нету, и уж тем более нет комментариев, или у вас допустим в инстаграм 700 подписчиков и только 20 лайков под одной фотографией, вы реально должны понимать, что что-то не так. Если это не мертвые души, если это живые люди, это ваша целевая аудитория, значит вы делаете что-то не так. Пробуйте адаптировать и улучшать. Если котики смешные вызвали какие-то наибольшее количество лайков, вы должны проанализировать почему. Кто эти люди, которые так бурно отреагировали на котиков? Может быть вы так или иначе вышли на целевую аудиторию любителей животных, к примеру тоже говорю. Нужно ли вам с ними работать, или хотите ли вы с ними работать? Если да, развивайтесь в этом направлении. Если нет, попробуйте ваш контент немножко переиграть интересным этой категории людей. Постоянно улучшайте ваши сообщения. Если вы понимаете, что допустим ваша фотография с макияжем набрала большое количество лайков, двигайтесь в этом направлении. Выкладывайте больше количества макияжа, выкладывайте, попробуйте делать поэтапный макияж. Опять же, к примеру говорю, если вы волны с лидер и ваши посты о вашей утренней пробежке допустим вызвали максимальное количество лайков, это значит, построить целое огромное направление движения в вашей социальной сети. Просите обратную связь. Если вы понимаете, что у вас получается монолог, задавайте вопросы вашим подписчикам. Практически в любой социальной сети, кроме Инстаграм, можно сделать опросник. То есть маленький тест. Вы разместили фотографию и задавайте какой-то вопрос. Понятно, я думаю, да? Идем дальше. Погружение в канал связи. Мы сейчас поговорим, чем Фейсбук. Здесь конкретно, если вы решили работать с Фейсбуком, настоятельная рекомендация все-таки заводить не личную страничку, а группу Фейсбук. По той простой причине, что личная страничка настроена таким образом, что вас по имени и фамилии практически никто не найдет. К сожалению, поиск не оптимизированный. И найти, допустим, если особенно у вас какая-то распространенная фамилия, найти такого человека очень сложно. Поэтому проще завести группу с каким-либо интересным названием. На личную страничку нельзя пригласить больше пяти тысяч людей. В группе неограниченное количество подключателей. Двойное взаимодействие при подписке. Если у вас личная страничка, то для того, чтобы стать вашим другом, задают вопрос. Вот такой-то человек хочет с вами дружить. И вы должны ответить да, либо нет, если вы не хотите друзить. А чаще всего проходит довольно большое количество времени. Если вы завели группу в социальной сети Facebook, либо же ВКонтакте, в принципе это работает одинаково. Людям не обязательно спрашивать вашего разрешения на подключение к группе. Если конечно у вас группа не закрытая. Я думаю, что в принципе не стоит говорить о том, что если вы делаете что-то рабочее, рабочий инструмент в любой социальной сети, это не должен быть закрытый аккаунт. То же самое, это не должна быть закрытая группа. Если вы хотите выходить на широкий рынок подписчиков, это должна быть абсолютно открытая, абсолютно прозрачная группа. Ваших новых подписчиков вы всегда можете увидеть в анализе. В каждой группе есть закладка анализ. Сколько людей было сегодня в вашей группе, сколько новых подключателей было, сколько людей удалилось, сколько людей пришло, посмотрело и ушло. Это все довольно простой анализ, которого нет на личной страничке, но он есть в любой группе. Поэтому пользуйтесь пожалуйста этими инструментами, это действительно очень полезно и намного проще вести бизнес и строить личный бренд в социальной сети в группе, потому что там уже автоматически есть закладка анализа. Итак, идем дальше. Золотые правила Facebook. Они в принципе касаются любой другой социальной сети. Сообщения последовательные и регулярные. Если вы пишете раз в месяц, вы никому не интересны. Это правда. Вы будете интересны только тем, кто и так вас знает, и так следит за вами. Это ваши подруги, родственники, друзья и те, кто в принципе наверное так или иначе у вас уже есть в вашей команде. Поэтому для того, чтобы выходить на широкий рынок подписчиков, вы должны делать интересные и особенно важные регулярные посты. Разделять сообщения, вы должны понимать, кто их увидит. Это опять же мы возвращаемся к целевой аудитории. Это значит, что если ваша целевая аудитория мамочки в декрете, значит ваши сообщения должны быть для мамочек в декрете. Я надеюсь это понятно. используйте изображение видео и ссылки. Если у вас две рабочие странички, делайте ссылки друг на друга. Вы можете в фейсбук постить какие-то более развернутые сообщения, подкрепленные фотографией, а сделать пост в инстаграм только с фотографией. Хотите узнать больше, кликайте на мою страничку в фейсбук. И тогда автоматически там уже более развернутый ответ вы можете давать на какие-либо или какие-то развернутые комментарии к вашему посту. Анализируйте результат. Мы говорили с вами об этом. Почему мало лайков, почему нет комментариев, почему ни одной подписки за месяц из социальной сети. Вы должны понимать. Значит где-то вы что-то упускаете. YouTube. Почему мы об этом говорим? Потому что 1 миллиард уникальных пользователей, 1 седьмая часть населения планеты Земля есть на YouTube. Это огромная цифра. 100 часов видео заливается каждую минуту. 100 часов видео заливается на YouTube. Это нереальная цифра. Меня эти цифры, если честно, когда я их увидела впервые, впечатлили настолько, что в принципе до этого у меня никогда не было личной странички в YouTube. В принципе я знаю, что бы я хотела там постить, но пока я только двигаюсь в этом направлении. 6 миллиардов часов видео каждый месяц. просмотреть YouTube невозможно, в принципе невозможно, слишком огромный контент, но, опять же, как в этом контенте выделить то, что интересно вам, либо вашим будущим подписчикам? Почему люди смотрят YouTube? Потому что в первую очередь это развлечение. Согласитесь, опять же, те же смешные котики, все, что угодно, все, что связано со смехом, отрывки из мультиков, отрывки из видео, то, что не забанено, это все ради развлечения. И второй огромный контент это образование. Не так давно на онлайнере практически везде была статья, как женщина построила дом по урокам на YouTube. И это колоссальная база для того, чтобы что-либо сделать. Я потратила огромное количество часов на просмотр обучающих видео по макияжу. Я вот эти обои, которые у меня за спиной, училась клеить по урокам из YouTube. Действительно, сейчас можно научиться любой профессии практически по урокам на YouTube. И это как раз тот контент, который интересен нам с вами. Видеоуроки по йоге, видеоуроки фитнеса, интересные рецепты с велнесом, как правильно носить крем вокруг век, как правильно пользоваться сывороткой, как правильно красить брови карандашом либо тенями. Это все есть на YouTube. И это та информация, с которой вы можете войти в эту огромную потенциально интересную для вас социальную сеть. Подписывайтесь. Помните, мы опять же говорили, если вы заводите несколько рабочих страничек, вы не должны дублировать друг друга. Если вы в Instagram возможность видео только одна минута. Если вы хотите выложить какой-то видеоурок, вы можете в Instagram сказать подписывайтесь на меня в YouTube и автоматически сделать ссылку на большое развернутое видео, которое вы зальете на YouTube. Понятно, да? Блюда разные по YouTube. Это вообще целое бездомное, мне кажется, количество часов по поводу готовки. Джейми Оливер. Я правда смотрю его уроки на Facebook. Он кто-нибудь знает Джейми Оливера? Это британский повар, потрясающе, нереально, очень харизматичный. Я готовлю блюда по видео из Facebook. Потому что они очень простые и очень понятные. Поэтому у него есть целая серия передач, которые тоже есть на YouTube. Поэтому реально огромное количество возможностей в YouTube именно с точки зрения образования. Итак, Instagram. Если вы заводите рабочую страничку в Instagram, вы должны четко себя позиционировать. Это значит, что у вас должен быть четкий логин понятный. вот здесь пример девушки из России. Это Wellness Ambassador. Она занимается конкретно категорией Wellness. И в принципе по ее Instagram сразу же это становится понятно. Басол Wellness в России, витамины и ПП и правильное питание из Швеции. И самое главное, в любой вашей страничке должна быть какая-то возможность с вами связаться, помимо личных сообщений. Если у вас есть возможности и вы работаете по телефону в том числе, оставляйте ваш номер телефона в шапке вашей странички. Если вы хотите общаться через почту, оставляйте ваш почтовый адрес. Поэтому обязательно простое, понятное позиционирование себя. Если вы работаете с мамами в декрете, пишите счастливая жена и мама, работаю в декрете, помогаю заработать вам. Я думаю, что таких аккаунтов вы видели огромное количество. Из вашей странички должно быть понятно, кто вы и что вы. И, конечно же, это становится понятно по вашему контенту. Итак, двигаемся дальше. Инстаграм. Обязательно пользуйтесь фильтрами. По той простой причине, что красивые фотографии можно сделать еще более красивыми, сочными и интересными при помощи фильтров. Если вы не используете фильтры, и для вас это принципиально важно, то есть вы, допустим, сделали какой-то очень красивый макияж, и вы не хотели бы его испортить каким-либо фильтром, то есть исказить какие-то цвета, или вы хотите поделиться новым оттенком помады, который вышел у нас, допустим, в линейке Colorbox, вы тогда можете не использовать фильтр, обязательно напишите об этом. Но фильтр, я в этой фотографии фильтр не использовала, потому что мне важно, чтобы вы увидели цвет этой помады такой, какой он есть на самом деле. Во всех остальных случаях обязательно используйте фильтр, для того, чтобы сделать ваши фотографии еще более красивыми, красочными и привлекательными. Опять же, по той простой причине, что мы живем в мире слишком высоких скоростей, и если ваша фотография на фоне других неинтересна, она выпадет, и люди не заинтересуются тем, что происходит. Хэштег, мы проговорили про хэштеги, ни в какой другой социальной сети не нужно столько хэштегов, как в инстаграм, чтобы вас было проще найти, чтобы с вами было проще общаться, а самое главное, для того, чтобы вы могли найти тех людей, которые работают с вами в одном направлении. По той простой причине, что я неустанно говорю о том, что вы должны быть в курсе того, что происходит у ваших конкурентов. Вот поэтому кто-то мне задавал вопрос, если это другие консультанты Арифлейм, точно так же вы должны знать, что происходит с ними, вы должны понимать, какими методами они работают, вы должны знать, кто кроме вас еще в мире позиционирует себя как wellness-лидер, вы должны понимать, какой контент эти люди делают, вы должны понимать, где они обучаются и чему они обучаются, поэтому хэштеги нужны не только для ваших подписчиков, но и для вас, для того, чтобы вы могли понимать, кто ваши конкуренты и как на них можно обращать внимание, чему у них можно научиться. Преимущество хэштега в том, что вы можете сегментировать ваши сообщения, это значит, что, опять же, любому контингенту может быть интересно не только правильное питание, не только макияж, не только уход за лицом, но и масса других вещей. Если вы делаете пост про ваших детей, хэштег дети, и вы разделяете автоматически ваш контент, не конкретно на вашей страничке, для того, чтобы люди могли понимать, для кого ваши сообщения. Не пишите длинные предложения при помощи хэштегов. Хэштег я, хэштег пошла, хэштег в кино. Это не рабочие хэштеги. Каждое ваше слово должно быть емкое, четкое и понятное. Я думаю, что это понятно, да? И опять же, под вашей одной фотографией не должно быть еще потом две вот таких вот огромных списка хэштегов. Нет. У одной фотографии порядка десяти меток. Этого будет достаточно. Итак, будьте в тренде. Подписывайтесь на релевантные группы. Релевантные это значит, ну, такие же, в общем-то, по контенту, как и вы. То есть, опять, мы возвращаемся к вашим подписчикам. Если вы позиционируете себя как wellness лидер, вы должны быть подписаны на всех, кто себя точно так же позиционирует. Wellness by Эри Флейм, Wellness Кайлин, это девушка из глобального офиса, которая тоже позиционирует себя как wellness лидер. Все, что связано с этой категорией. На страничке каких-либо известных личностей, таких, как Мария Голодковская, таких, как Елена Санджаровская, любые вот такие медийные люди, которые связаны с категорией правильного питания. Например, если вы позиционируете себя как визажисты, это значит, что вы должны быть подписаны на других визажистов и знать, что происходит у них, для того, чтобы понимать, что сейчас в тренде, какие макияжи, какие направления, какие продукты в тренде. Я думаю, что это понятно. Следите за волны с трендами и обучайтесь, опять же, и у ваших конкурентов в том числе. Будьте краткими и простыми. Простыми это ключевое слово во всем, наверное. Не надо писать очень мудреных текстов, правда, они не вызывают эмоциональную связь с подписчиками. Будьте краткими, понятными и обаятельными. Я думаю, что это понятно. Опять же, немного юмора не повредит никогда. Будьте интересными. Чаще всего интерес связан действительно именно с вашей личностью. Потому что действительно люди не будут читать долгие скучные посты о том, как все плохо. И опять же, про наполнение контента. Позитивные, приятные, красивые, яркие, красочные фото это то, что наиболее интересно на сегодняшний день. Найдите вашу собственную нишу. Это опять же опирается на ваш личный бренд. Отмечайте и репостите понравившиеся вам фото. Делайте яркие фото. И будьте последовательны. Последовательны это про то, что если вы зашли в какую-либо социальную сеть и сделали свою страничку как wellness лидер, это значит, что вы должны работать только в этом направлении. Не распыляйтесь на большое количество людей. Не распыляйтесь на абсолютно не связанные друг с другом сообщения. Я думаю, что это понятно. Если вы зашли как визажист, заходите как визажист и вы можете делать посты про правильное питание, но в целом 90% вашего контента должно быть именно о том, как вы себя позиционируете. Дальше. Чем наполнить контент? 70% это ваша личная история. Это вы, потому что приходят на вас как на личность. Это ваши ну вот в принципе наполнение контента. Если честно, я бы его по своим ощущениям сделала еще больше. Рекламного контента может быть совсем мало. Перепостов других пользователей может не быть вообще. Или же это могут быть какие-то очень яркие, очень интересные перепосты, но они должны встречаться максимально редко. Итак, недельный календарь. Вы, если вы планируете работать в социальной сети, у вас должна быть вот такая табличка, которую вы видите у тебя сейчас на экране, в которой на каждый день будет расписано, что вы будете постить. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы не повторяться. Во-вторых, чтобы хорошо и четко структурировать ваше послание, чтобы у вас не было такого, что вы большую часть отвели к какой-то одной теме и совсем упустили другую. Поэтому, опять же, эта картинка у вас будет, обязательно ее изучите, обязательно обратите внимание на метки, которые стоят внизу. К чему относится ваш пост? Меток может быть много, здесь пример конкретно связанный с wellness. Правильное питание, физические нагрузки, сообщество. Еще одни метки. Наша шведскость, это касается вообще любого продукта. Наше бережное отношение к природе и наша научность, это то, что может быть, ну, действительно, это может быть вот шесть отдельных постов, а это может быть пост, который объединяет в себе и правильное питание, и сообщество. Wellness lunch с моими бизнес-партнерами. Опять же, у этого может быть сразу несколько меток. Итак, обязательно изучите, обязательно используйте. Вот пример, допустим, про таблицы, как это выглядит на самом деле. Правильное питание, рецепты, фото вашего завтрака, обеда, ужина, ваше сообщество, то, как вы проводите время, это все очень хорошо помогает для того, чтобы отслеживать наполнение вашего контента. Одну секунду. Прошу прощения. Итак, вот приблизительный пример того, как может выглядеть панель вашей социальной сети. Дальше. Вы должны помнить и понимать, что вы один человек. И еще раз и еще раз повторяюсь, что именно вы, как личность, интересны вашим подписчикам. Ваши публикации должны быть регулярными. Если вы филоните, если вы пропускаете неделю постов, считайте, что большей части подписчиков вы перестали быть интересны. Потому что они реально следят за тем, что происходит в вашей жизни. Будьте позитивными. Помните про то, что вы должны вызывать положительные эмоции ваших подписчиков. Но если ситуация требует, вы можете опубликовать то, что бросает вам вызов. А вызов может бросать все, что угодно. Ваша лень, какие-либо ситуации, погодные условия, то есть все, что угодно. Но помните, это один из десяти, а то из двадцати постов. Для того, чтобы не вызывать грусть и тоску ваших подписчиков. Потому что помните, мы говорили о том, что, к сожалению, слишком много негатива льется на нас с каждой стороны каждый день в огромном количестве. И наших подписчиков нужно как-то поддерживать и помогать. Нет связи, все ок. Я правда не совсем понимаю, все ли хорошо. Может быть у кого-то проблемы с интернетом, у меня все неплохо, я все вижу, все понимаю, вроде бы все идет. Вы должны проводить сравнение, себя с кем угодно, сравнивать продукты, то есть это всегда интересно, понимать, чем вы отличаетесь от других. Говорите о ваших личных и командных достижениях, и эти достижения могут быть какими угодно. Достижения, связанные с личным успехом с категорией wellness, ваши достижения в бизнесе, ваши новые звания, ваше звание в вашей команде. Это правда то, что интересно, особенно это интересно будет тем, другим консультантам компании Арифлейн, которые следят за вами. Поэтому все должны знать, что у вас все хорошо. Рассказывайте о людях, которых вы встречаете, о путешествиях и новых впечатлениях. Потрясающий контент сейчас делает Екатерина Андреева, которая находится в Таиланде и мне страшно интересно, что у нее происходит каждый день. И я надеюсь, что может быть она увидит или услышит или кто-то передаст, что это то, что действительно интересно людям. И очень правильно и важно то, что она каждый день говорит о том, что это ее возможность, которая появилась благодаря компании Арифлейн. И если ты хочешь так же, приходи, я тебя научу. Это важно. Об этом не стоит говорить в каждом посте, но об этом стоит говорить обязательно. То есть те возможности, которые появились у вас благодаря вашим каким-то достижениям с компанией Арифлейн, это то, чем нужно делиться. Ваш контент должен быть доступным. Опять же, абсолютно бессмысленно как-либо анализировать контент, который недоступен для других пользователей. Если у вас закрытая страница, то как бы вообще не о чем говорить. Не забывайте оставлять ваши контакты. Это не должен быть монолог. Люди должны понимать, как к вам можно обратиться. Если у вас забанены личные сообщения, не удивляйтесь, что вам никто не пишет. Если нету ссылки на вашу почтовую, на почтовый ящик, не удивляйтесь, что люди к вам не обращаются. И обязательно, обязательно, можете вот, ну сегодня уже может быть поздновато, можете прям завтра открыть вашу страничку и задать вопрос, как много людей пришло ко мне благодаря интернет, как много регистраций у меня было за последний месяц, благодаря моей социальной сети. Если ответ нет или ноль, значит, что вы что-то делаете не так. Итак, дальше, диалог с негативом. Если вдруг вам кто-то оставил негативный комментарий, не удаляйте его, по той простой причине, что вы живой человек, вы не можете нравиться всем одинаково. И если люди оставляют негативный комментарий, особенно если это не тролль какой-нибудь, если это абсолютно живой человек с какой-либо проблемой, это значит, что человек потратил уйму времени для того, чтобы придумать и написать вам негативный комментарий. А это очень хорошо. Это играет на руку. Это значит, что вы у человека вызвали эмоцию. Это тоже правильное направление. И с таким человеком обязательно нужно работать. Вы должны быть абсолютно профессиональны в ответе. Вы должны убить его добротой. Вы ни в коем случае не должны срываться на тот жетон, к которым обратился вам человек. Вы должны обязательно отреагировать на него и отреагировать максимально мягко. Если человек не прекратил вам писать тарию, перейдите с ним в личку. Обязательно задайте вопрос, кто и почему так происходит. Может быть, у человека какая-то личная проблема и вы поможете ему ее решить. Если же это просто человек, которому в общем-то нечего делать, вы можете отправить его в бан. Но обязательно отреагируйте на это сообщение. Если кто-то из вас подписан на каких-либо известных блогеров, вы можете обратить внимание, что после негативных комментариев всегда следует пост, под которым будет написано, что вот там кто-то написал то-то-то, и мне кажется, что он не прав, потому что вот так-то, так-то. Это должно быть абсолютно мягкое позитивное сообщение. Если кто-то подписан допустим на Ксению Собчак, я думаю, что вы видели ее, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что ей оставляют огромное количество негативных комментариев, и это тоже в общем-то хорошо, и то, что ей играет на руку, потому что с такими людьми это не монолог одного человека. Поэтому, если человек не идет с вами на контакт, продолжает оставлять негативные комментарии, вы можете ставить его в бан, предварительно побеседовав с этим человеком, чтобы выяснить все-таки, что он от вас хотел. И помните, интернет будет всегда. К сожалению, нас не станет, но наши странички в социальных сетях останутся. И очень хотелось бы, чтобы это была позитивная и добрая страничка, в которой действительно люди будут находить вдохновение. Итак, если есть вопросы, задавайте. Мы сейчас быстро побежим по убить добротой. Это действительно очень важно, потому что, когда даже я вижу крупные блогеры отвечают деликатно, интеллигентно и красиво, у меня автоматически появляется к ним еще больше доверия, еще больше интереса. Когда человек срывается на хамство в ответ, я отписываюсь. Это моя простая реакция, потому что мне неприятно видеть, как человек опускается до уровня другого человека, который вдруг решил кому-то нахамить. Мы сейчас быстро пробежимся по перепостам. Вы потом просмотрите эту презентацию. Если будут возникать вопросы, можете задавать их в личку. Вы можете использовать контент официальных групп Reflame. но не увлекайтесь этим, пожалуйста, потому что опять же ваши подписчики и уж тем более ваши конкуренты это сообщение видели миллион раз во всех соцсетях. Поэтому не увлекайтесь перепостами наших официальных групп, потому что эта информация дублируется и вы не сможете набрать большое количество лайков. Если уж вы дублируете наши сообщения, я имею ввиду компании, обязательно оставляйте личный комментарий к этому. Не надо просто делать копипейст, не надо делать Ctrl-C, Ctrl-V, вырезы вставить. Не надо. Пожалуйста, оставляйте частичку личного отношения к тому, что вы репостите. на личной странице все работают не совсем понимая, о чем вы говорите, либо здесь пропущена запятая, либо я не понимаю, о чем идет речь. Я пока пойду дальше, может вы мне поясните. Рекламный контент. Опять же, если вы wellness лидер, в рекламного контента должно быть минимум. Помните, я говорила, что не надо фотографировать баночку и текст. Это неинтересно. ваш результат это уже наилучшая реклама того, что происходит с вами. Не нужно оставлять рекламные ссылки под чужими фото. Я думаю, что все видели. Особенно, когда у человека много подписчиков, половина комментариев к его постам выглядят так, типа, я мама в интернете, помогу заработать, переходи по ссылке. Отбеливающие полоски, маска черных точек и все, что угодно. Не надо так делать. Потому что чужая фотография вызвана для того, чтобы выйти в открытый диалог с вами. И ваша реклама там неуместна и неинтересна. Не комментируйте фото с ссылкой под нерелевантными фото. Под фото, которое не имеет никакого отношения к вашему контенту. Вот здесь пример того, что под грязным каким-то автомобилем оставили рекламные фотографии, рекламный пост, мелкий шрифт, не вижу, не суть важна. То есть рекламировать велнес на страничке автомобилей абсолютно неинтересно. Вы можете оставить единственный пример, который может быть, как вы можете прорекламировать свою страничку на чужой страничке, это если вы увидели, допустим, урок йоги на страничке интересного какого-то фитнес-лидера или велнес-амбассадора, вы можете сделать ссылку на себя, типа, а я это упражнение делаю вот так, подписывайся, посмотри, как это делаю я. Если вдруг кому-то станет интересно, он перейдет. Я надеюсь, понятно, движемся дальше. Только 10% сообщений должны быть с вашим предложением, то есть предлагая какой-либо продукт, это должен быть минимум наполнения вашей социальной сети. Ваше сообщение должно содержать ваши контакты. Если вы предлагаете вашим подписчикам попробовать детскую омегу, то мамы должны понимать, что им нужно сделать для того, чтобы эту омегу купить. Да, я думаю, что это понятно. Предлагайте подписчикам промо-коды. Это отдельная история про то, что можно делать целые акции, целые розыгрыши в социальных сетях. Это целое направление движения вашей странички в социальной сети. Итак, e-mail еще не умер. К сожалению, мой тренинг рассчитан на большее количество времени, я уже и так задерживаюсь. Мы быстренько с вами пробежим по e-mail. Сейчас очень популярна e-mail рассылка от больших компаний. 94% взрослого населения используют почту. 91% взрослого населения опять же ежедневно проверяет свой почтовый ящик. И 66 потребителей совершило покупку благодаря предложению из почты. Я часто говорю о том, что я такой же покупатель и вошла в число вот этих 66% которые совершают покупку. Кто-нибудь из вас может быть делал покупки в интернет-магазине Wildberries или LaModa. Два больших интернет-магазина одежды. они любят присылать индивидуальную рассылку и большие компании пользуются скажем так вашими запросами. Если вы вдруг искали платье, вечернее платье, вводили в поиск вечернее платье допустим для банкета директоров или для банкета юбилейный экспресс, то очень велика вероятность того, что какой-либо интернет-магазин пришлет вам ссылку или письмо подобного содержания. Допустим, Анна, у нас для вас есть великолепное вечернее платье с 50% скидкой. Вы открываете письмо, а там ссылка на страничку, на которой есть действительно вечернее платье с большой скидкой. Это простой пример того, как сейчас действительно через e-mail продается огромное количество товаров. Для чего я вам об этом рассказываю? Для того, чтобы вы понимали, что наши рассылки Арифлейм в ближайшее время будут улучшены до состояния индивидуальных рассылок с красивыми картинками, а главное с ссылками. И вы можете эти почтовые рассылки распространять на ваших людей, на ваших консультантов, на ваших новичков. Вы можете сами при помощи некоторых при помощи некоторых программ или приложений создавать красивые e-mail рассылки хотя бы для вашей команды. И если у вас есть новички или люди, которые засыпающие, давно не размещали заказ, вы можете отправить им индивидуальную рассылку с тем, что у нас есть потрясающая акция, загляни, посмотри, на вот этой страничке есть отличная допустим тушь с 50% скидкой. Это то, чем можно и нужно пользоваться. Проскочим, побежим дальше. Есть замечательный ресурс, называется MailChimp. Если вы пользуетесь все-таки почтовой рассылкой, этот ресурс поможет вам анализировать, сколько человек открыло ваше письмо, сколько человек не открыло и сразу отправило в корзину, сколько человек отправило в спам, сколько человек открыло и прошло по ссылке. Вам это нужно для того, чтобы понимать, кто ваши получатели и как они работают с вашей рассылкой. Итак, не будем долго на этом задерживаться. Ваш успех в работе с социальными сетями, это когда все каналы коммуникации работают вместе. Это и есть единая стратегия коммуникации. Если вы и онлайн интересный лидер, у которого есть потрясающий личный бренд, и вы этот бренд великолепно перенесли в социальные сети, ждите успеха, он не заставит себя ждать. К вам потянутся люди, которым вы будете интересны как личность, которые будут увлечены вашими успехами, которые будут увлечены вашими путешествиями и вашим отношением к жизни. Поэтому вы должны действительно быть позитивными, интересными, обаятельными. Я думаю, что у каждого лидера компании Reflame есть такой ресурс. Поэтому анализ. Мы опять и опять возвращаемся к этому. И действительно, я очень настоятельно рекомендую все-таки после этого вебинара, чтобы вы проанализировали ваши странички в социальных сетях. Охвачиваете ли вы свою целевую аудиторию? Для начала вы должны понимать, кто эти люди и с кем вы хотите работать. Как много подписчиков, лайков и перепостов у меня было за последний допустим месяц? Если ни одного это очень плохо, значит это не рабочая страничка и проще открыть новую с тем с той информацией, которую я вам давала, чем пытаться реанимировать контент на этой страничке. Как много потенциальных клиентов и или рекрутов пришло через соцсети за последнее время? Если ни одного, значит вы что-то делаете не так. Сколько регистраций я получила за последнее время? Если ни одной, значит что-то не так. Я надеюсь это понятно. Ой! Сейчас одну секунду. Пропустил. Ладно, я потом попробую вернуться к вопросам. Показатели эффективности e-mail. Если вы вдруг работаете с e-mail рассылкой, вы должны понимать сколько писем открыли, сколько людей прошло по ссылке. Это то, что вам поможет сделать MailChimp. Есть еще огромное количество анализ рассылки или анализ социальной сети. Есть целое приложение разработанное для того, чтобы анализировать ваш контент и помогать вам строить вашу работу в социальной сети. Итак, ваша команда должна быть вашим продолжением. Вы должны быть тренером вашей команды и каждому из ваших новичков вы должны объяснять вашу стратегию движения в социальной сети. Вы должны показать, как это сделать. Конечно, для этого нужно научиться самому это делать грамотно. Не делайте дубликатов. Если вы одна команда, вы работаете в одном направлении, опять же, интересна личность каждого из вас. Поэтому люди должны понимать, что вы находитесь в одной системе рабочей, вы одна команда, но при этом в каждой команде есть отдельная личность. лайкайте и перепощивайте друг фотки друг друга. Если у вас, допустим, ваш новичок делает потрясающий контент, вы можете сделать репост и сказать, смотрите, какой замечательный человечек растет в моей команде. поздравляйте с большими и маленькими достижениями. Внутри компании это называется recognition, поздравление и признание. Это то, что действительно отличает нас от любой другой компании. Столько признаний, столько поздравлений с достижениями, наверное, нет ни в одной другой компании. И, конечно же, каждому человеку будет приятно. Если у вас большое количество подписчиков и ваши новички достигли какого-то звания или какого-либо процентного уровня и они продолжают расти, обязательно подавите им эту возможность быть награжденными и поздравленными через вашу страничку. Делайте ссылки друг на друга, чтобы люди понимали, что вы одна команда. Итак, я вот подхожу к концу. Вот этот слайд это количество социальных сетей на сегодняшний день. То есть мы с вами рассмотрели практически досконально только три, а их огромное-огромное количество. И для каждого, для каждой страны, для каждого отдельного уголочка мира существуют свои социальные сети наиболее актуальные для каждого региона. Есть социальные сети для профессионалов, есть социальные сети для развлечений. То есть вы должны понимать, что вот во всем в этом кроется огромное количество людей. И, конечно же, нужно дублировать, нужно помогать и нужно искать людей там. Сейчас, одну секунду. Скажите, пожалуйста, какие категории, в каких сетях. Одноклассники 40-50 лет. Вконтакте молодежь для развлечения. А остальное? Инстаграм. Вот Инстаграм наиболее, мне кажется, широко охватывающая социальная сеть. В ней немножко сложнее работать тем, кому больше 50, но тем не менее. Простите. Один из наиболее популярных Инстаграм-аккаунтов принадлежит японцу, которому 85 лет. Это мужчина, который стал моделью. Поэтому здесь сказать о возрастных ограничениях в Инстаграм довольно сложно. Но тоже, опять же, это, скорее всего, молодежь. И это молодежь в основном, ну, может быть, во многом, женского пола. Ну, хотя тоже есть очень интересные Инстаграм-аккаунты у парней, и их действительно очень много. Поэтому, ну, наверное, самое простое. Одноклассники, да, те, кому свыше 40-45 лет, 50. Это, опять же, по моим ощущениям. Фейсбук это молодежь 30 и выше. Ну, опять же, я себя все еще отношу к молодежи разряда 30 и выше, потому что, действительно, школьники, студенты чаще всего это ВКонтакте. Поэтому, вот, приблизительно вот так это происходит. И надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Итак, давайте с вами поиграем в простую игру. Я надеюсь, что я смогу быстро видеть ваши сообщения, хорошо это или плохо. Вот это, хорошо или плохо? плохо. вы видите вообще мой презент, простите, так сильно зачесался нос. Плохо, плохо, да. Ну, здесь абсолютно все понятно. А вот это? В общем-то, практически то же самое. хорошо, хорошо, да, это хорошо. Действительно, эту картинку я взяла из блога доктора-диетолога, и это абсолютно, скажем так, ппшный бутерброд, напичканный какими-то вкусностями, это действительно из разряда диетологии, поэтому это хорошо есть. Анна, на ночь есть плохо, выпейте коктейль и ложитесь спать. Чуть лучше. Да, на самом деле это намного лучше, чем предыдущее фото. Дальше. Wellness смузи. Какие эмоции у вас вызывает вот эта фотография? Как быть, пока вы отвечаете, я отвечу, Ирина, на ваш вопрос, как быть новичку, которым нечем хвастаться. Социальные сети в принципе созданы не для того, чтобы чем-то хвастаться, а для того, чтобы делиться с людьми тем, что происходит в вашей жизни. Селфи никто не отменял. То, чем вы работаете, чем вы живете, что вызывает у вас вдохновение. Постов огромное количество. Для начала определитесь с тем, кому вы хотите это сообщение посылать. Если у вас возникают вопросы, вы можете завтра, допустим, мне написать в личку, мы можем пообщаться. Плохо, плохо, вижу один плюсик. Или хорошо. Давайте посмотрим. Wellness смузи. У меня, допустим, нет ощущения, что это что-то связанное с правильным питанием, потому что сверху я вижу большое количество сбитых сливок, и они могут быть сколько угодно диетически и 0% жирности, но мне кажется, что это что-то сладкое и абсолютно не связано с категорией Wellness. Поэтому это плохо. Итак, вот это хорошо или плохо? Хорошо, да, абсолютно хорошо по той простой причине, что мы здесь видим всем нам знакомый Wellness коктейль, мы видим название бренда Wellness by Reflame, и это все выглядит действительно очень привлекательно, это хорошо. Вот, все со мной согласны, здорово, идем дальше. А вот это? Хорошо, да, это хорошо, очень красиво, очень аппетитно, опять же, вот доктор Зубарева, если кто-то видел ее, подпишитесь, мне действительно очень интересно читать ее комментарии, она разрешает есть шоколад, она разрешает много чего, и она пишет действительно очень, очень грамотные статьи о правильном питании. Почитайте, вот я много картинок вырезала для сегодняшнего вебинара именно у нее, и у нее очень хорошие метки на фотографиях, у нее действительно есть чему поучиться, как правильно вести рабочую страничку в Instagram. Вот доктор Зубарева, посмотрите, поинтересуйтесь, в какой сети Instagram, посмотрите обязательно, очень полезно. Идем дальше. Вот это. Какие эмоции вызывает вот эта фотография у вас? Да, Анна, я с вами согласна, мне тоже не нравится. Я думаю, что все прекрасно знают, что это наши, это наши велнес-батончики, но для человека непросвещенного это абсолютно две непонятные штуки, которые почему-то лежат на ковре. поэтому для нового вашего подписчика это будет абсолютно неинформационный и абсолютно не вдохновляющий пост. Я думаю, что это понятно. Для других непонятно, да, это ковер. Почему-то наши батончики без упаковки лежат на ковре. Ничего хорошего в этом нет. Идем дальше. вот это. Дети уронили. Очень красиво уронили, надо сказать. Какие эмоции вот это фото вызывает? Плохо. Да, она абсолютно с вами согласна. Мне непонятно, что это. Это кофе, это кефир, это коктейль. Почему это все стоит в тазике? Что вообще происходит на этой фотографии, мне абсолютно непонятно. непонятно. Да, непонятно и значит плохо. Потому что реально, если вы работаете фотографиями, эта фотография должна действительно быть абсолютно понятной. Если вдруг вот такая ситуация, как на фотографии, что-то непонятно, вы должны дать развернутый комментарий к тому, что здесь происходит. Да? Ой, не могу найти Зубареву. Наталья Зубарева, поищите в Инстаграм. И их у нее огромное количество подписчиков. И она должна быть где-то в топе. Итак, идем дальше. Вот это. Сейчас я попробую найти доктора Зубарева и покажу, как это выглядит. Ну что, по поводу этой фотографии есть у вас какие-то эмоции? Плохо. Это очень плохо для герболайф, но герболайф, который жует гамбургер, в принципе, может сыграть вам на руку. Но опять же, с точки зрения этики, выкатывать на том, чтобы акцентировать негативное внимание ваших клиентов на вашем конкуренте, завернула мудренно, надеюсь, что понятно, что, скажем так, указывать на недостатки наших конкурентов, это не очень этично. А мы с вами помним, что мы бренд абсолютно этичный, и мы ни в коем случае никак не хотели бы унизить и оскорбить наших конкурентов. Поэтому, с точки зрения как бы нашего контента, это может быть, но с точки зрения этики, ну, не очень. хорошо, но интересная и забавная. А вот это? Да, хорошо, конечно, хорошо, потрясающе. Я когда увидела эту девушку, мне, во-первых, сразу захотелось на море, во-вторых, сразу захотелось сделать что-нибудь физическое. Потому что, действительно, улыбчивая, искрометная фотография, красивая, которая, правда, связана с питанием, и с путешествиями, и с успехом. И здесь меток может быть огромное количество. Это действительно красиво и информативно. и вы можете оставить комментарий. Провожу свое время в отпуске, не только лежа на шезлонге и загорая всеми конечностями. Ну, не забываю о том, что нужно двигаться, движение, это жизнь. То есть, можно оставить огромное количество комментариев и тегов вот к такой простой фотографии. Да, круто. Дальше. Если кто-то владеет английским, прочитайте. Здесь речь идет о ухоженной коже, о том, что нужно с собой, ну, в принципе, не стоит углубляться. В любом случае, вы затрудняетесь ответить. Я вставила эту картинку по той простой причине, что текст в виде фотографии не рекомендую настоятельно. Потому что это может быть одно сообщение в раз в много-много сообщений других, то есть, чередовать раз через 30. Если это действительно смешно, или это очень искрометно, или это очень интересно, но, пожалуйста, не увлекайтесь наполнением контента тем, чтобы постить вот такие слова, просто слова. Это действительно не имеет никакого, да, не сработает, это реально не работает. Так, отвлекусь, доктор Зубарева. Видно, не видно? Наверное, не видно. Доктор Зубарева. У нее 623 тысячи панков. У нее действительно очень большой инстаграм, я думаю, диетолог Наталья Зубарева. Поищите. Идем дальше. А вот так. Тут еще есть кто живой? Угу. Мило. Да, прикольно. Да, волшебная, мимимишная собачка, но что? Если вы заводчик собак вот этой породы, да, если вы wellness-лидер, то нет. Ну, потому что под этим непонятно, что происходит. Да, это может быть история из вашей жизни. Вот следующий пост как раз таки то, что, на мой взгляд, будет более полезным. Даже если у вас есть собака, вот этот пост будет более полезным для вас. Ваши прогулки с собакой, ваше свободное времяпрепровождение, ваше хобби, это то, что реально будет более информативно и более полезно для ваших подписчиков. Пройти 10 тысяч шагов с собакой, например. Либо же прогулки в любую погоду, как wellness-лидера. Я думаю, что понятно, да, в чем отличие двух фотографий. То есть и там, и там собака, но наполнение и окружение этой собаки разное, и оно несет совершенно разную информацию. А вот так. Я фотографию эту вставила по той простой причине, что очень часто я вижу в социальных сетях наших лидеров большое количество сообщений про омегу-3, про стоксантин, про витамины. И чаще всего это фотография нашего продукта. Я какое-то время вела группу продуктовую в фейсбуке, и я тоже грешила этим, но я сейчас поняла тот факт, что под такими постами нужны совершенно другие фотографии. И мне кажется, что вот такой вариант написать про омегу, да, это действительно будет намного лучше, чем просто сделать фотографию продукта, потому что, опять же, вы убиваете двух зайцев, вы исключаете рекламу, и вы акцентируете внимание на омегу. Здесь, мне кажется, это очень круто придумано, авокадо с косточкой про омегу. Это, во-первых, действительно вызывает положительное ощущение вот этой мимишности и милости, и действительно заставляет задуматься об омегу-3. Я бы прочитала, что написано дальше под этим постом. Итак, на этом у меня все. Я задержала вас на целых два часа. Я надеюсь, что эти два часа вы провели полезно. Еще раз напоминаю вам о том, что все-таки проанализируйте ваши социальные сети, поработайте над тем, почему нету людей, почему мало лайков или много лайков, но мало комментариев. Или почему, допустим, у вас тысяча подписчиков, а лайков фотографии собирают максимум 20. Это очень плохой показатель. Поэтому анализируйте, работайте над этим. Если у вас возникают какие-либо вопросы, обращайтесь. Мои контакты есть в скайпе Наталья Трепашка, я есть на официальной почте Reflame Наталья Трепашка собака Reflame ком. Находите меня в любой социальной сети. Я, конечно, не позиционирую себя как пример ведения социальной сети, потому что я в принципе не работаю там, по большому счету. И я веду свои личные странички. То есть это действительно, если вам интересно, кто я вне компании Reflame, пожалуйста, приходите, задавайте вопросы. Я в большей степени работаю как консультант и скажем так, как помощник вам. И я могу вас направить и подсказать, чем наполнить, как заполнить и в каком направлении вам двигаться. Спасибо вам большое за внимание. Не все дожили до конца. Если вдруг у вас какие-то вопросы есть, я вот вижу вопросы. Что не нужно указывать в социальных сетях? Опять же, слышно? Нет. Анна, если Анна все еще здесь, можете написать. Мы говорили, ни в коем случае не говорите о большом количестве негатива в вашей жизни. Негатив льется со всех сторон и так слишком много. Будьте позитивными, будьте собой. Еще раз говорю, каждому интересна ваша личная жизнь. Будьте обаятельными, будьте смешными. Поэтому действительно, мимишные собачки вызывают массу положительных эмоций. Направляйте вот эти положительные эмоции в то русло, которое нужно вам. Поэтому спасибо вам всем большое. Если возникают вопросы, какие посты ставить новичкам? Здесь нет абсолютно различия новичок вы, либо не новичок. Мы говорим о личном бренде. Рассказывайте о себе, рассказывайте о вашей работе, о вашей семье. Если нет ни того, ни другого, вы же так или иначе живете чем-то, о вашем хобби, чем вы увлекаетесь. Все, что вы проводите каждую минуту своей жизни, вы ее чем-то наполняете, рассказывайте об этом в социальных сетях. Что интересно категории 40-45 плюс? А что если это женщины, это может быть одно, если это мужчины, это другое, если это большой город, это одно, если это маленький город, это другое, проанализируйте, во-первых, возрастная категория, это только один критерий, кто эти люди, потому что 40 очень интересный возраст, кто-то уже бабушка, кто-то еще в декрете, в третьем, с третьим или вторым ребенком, здесь очень по-разному можно подходить к таким людям, женщины 40-45, опять же, Анна, вы можете обратиться ко мне лично, если у вас есть вопросы, напишите мне, мы с вами лично обсудим эти вопросы, хорошо? Итак, я, да, лучше, что интересно вам, если это ваша возрастная категория, если вы знаете, кто ваше окружение, то и правда отталкивайтесь от того, что интересно вам, я думаю, что единомышленников вы найдете огромное количество, 45, на вэйдж, 40-45, ultimate lift, хочется выглядеть как на 30-35, если женщина в 40 выглядит на 30, это нам нужно у нее спросить, что она делала все это время с собой, чтобы так хорошо сохранить. Итак, все, я отключаюсь, опять же, еще раз напоминаю, задавайте мне вопросы, я всегда рада ответить, я всегда рада помочь, иногда запаздываю со временем, но так или иначе, стараюсь ответить всем. Все, спасибо всем большое, передаю слово Ане, всем спокойной ночи, и можем поговорить с вами завтра. Конечно, мы благодарим Наталью за то, что она принимала участие в нашем вебинаре, ее информация, я уверена, была полезна всем, вот у меня целый блокнотик здесь уже записей, то, что уже с сегодняшнего дня я исправлю, с завтрашнего дня начну что-то делать по-другому, давайте мы поблагодарим Наталью еще раз за этот вечер с нами, и всем доброй ночи, до свидания. Успехов!